Охота и рыбалка для одних это досуг, для других работа. На заседании правительства обсудили меры развития промыслового хозяйства. Начальник службы по охране объектов животного мира Глеб Габузов напомнил, что с 2012 года в регионе действует новая схема размещения охот угодий. Часть территории передали юридическим лицам, часть осталась общедоступной. Разрешение на охоту в угодьях общедоступных выдают в Иванове. Причем уполномочены это делать всего 6 человек. Никаких электронных форм получения разрешений не предусмотрено. Помогательные услуги мы оказываем. Основные, связанные с охотой и рыболовством, они прописаны вплоть до последнего документа и там все на бумажном носителе. И очень все, надо сказать, бюрократизировано, может быть даже излишне. Об этом все сейчас говорят на всех совещаниях, что очень много припомнил. Несмотря на эти недостатки, ситуация с организацией охоты за последний год существенно прояснилась. Более того, опыт Ивановской области начинают перенимать другие регионы страны. С рыболовным промыслом дело обстоит куда хуже. Водоемы и их обитатели – все это забота структур федерального уровня. Например, в региональной службе не выделено ни одной ставки на ведение рыбного хозяйства. А все из-за пробелов в законодательстве. Закон об аквакультуре и любительстве спортивного рыболовства находится в Государственной Думе уже не первый год. Я вхожу в рабочую группу по разработке этого закона. Были указания президента, но, видать, вопрос действительно непростой. Вот уже два года после поручения президента закон пока не принят. Также непродуктивно решают и вопросы браконьерства. Любителей легкой наживы достаточно и на реках, и в лесу. Между тем, ловить самих браконьеров попросту некому. Причем не только в Ивановской области. Браконьеры с Ивановской территории приехали в гости к Костромскому другу, Неревскому. Катаются на снегоходах и ищут лосей с карабинами. Председатель районного общества, у него снегоход 26 лет, как бы снегоходу, человек не имеет никаких прав. Районного охотоведа инспекции нет ни со стороны Костромской области, ни со стороны Ивановской области. То есть вот эти два района пустых. И сегодня один человек, который представитель районного общества охотников, системы Росохот Рыболов Союза, он говорит, я взял у них карабины и смотрю, сейчас они меня убьют или чуть позже. Частично проблему нехватки кадров может решить создание региональной ассоциации охотников. Туда привлекут людей, которые уже давно и честно занимаются промыслом. Сейчас документы, необходимые для появления ассоциации, находятся на регистрации. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.